Чакшарам Мелитам Яна Тасмай Шри Кураве Намаха Шри Чайтанямана Бхиштам Стапитам Яна Бхудалей Сваям Ропа Кадам Ахьян Дадати Свапа Дантикам Ванча Калпатару Беш Чакри Пасин Дхупе Вача Патитна Нам Павани Пьо Вишнави Пьо Намо Намаха Нам Аом Вишну Падая Кришна Прештая Бхудалей Шримати Бхакти Виданта Свами Нитинамине Намасте Сарасвата Деви Гавравани Прочаряне Нирвишешешуня Варипаштятятя Дешатаринэ Джаси Кришна Чайтаня Прабхуни Тананда Шри Адвайда Гададхара Шри Васхари Гавра Бхакта Вренда Харе Кришна Харе Кришна Харе Кришна Кришна Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Прочитаем из Шримад Бхакута Третья Песнь, 26-я глава Тексты 23-24. Перевод и комментарий Его Божественной Милости. Материальное эго появляется из Махаттатвы, которая образуется из личной энергии Господа. Материальное эго прежде всего наделено созидательной энергией трёх видов — благостной, страстной и невежественной. Эти три вида материального эго порождают ум, органы чувственного восприятия, органы действия и грубые материальные элементы. В начале Творения из ясного, чистого сознания Кришны возникает первый материально оскоренённый элемент. Его называют ложным эго или отождествлением себя с телом. Живое существо в естественном состоянии обладает сознанием Кришны, но пограничное положение живого существа даёт ему возможность злоупотребить своей независимостью и забыть Кришну. Изначально каждое живое существо обладает чистым сознанием Кришны, но если оно злоупотребляет своей пограничной независимостью, то получает возможность забыть о Кришне. В этом можно убедиться на практике. Есть много примеров того, как люди, действовавшие в сознании Кришны, неожиданно менялись. Поэтому Упанишады сравнивают путь духовного самовосознания с лезвием бритвы. Это очень удачный пример. С помощью острой бритвы можно гладко побриться, но стоит отвлечься во время бритья, и одного неверного движения будет достаточно, чтобы порезаться. Таким образом, мало просто подняться на уровень чистого сознания Кришны. Достигнув этого уровня, мы должны проявлять крайнюю осторожность. Малейшая небрежность или оплошность могут привести к падению. Причиной такого падения является ложное эго. Ложное эго возникает из чистого сознания, когда живое существо злоупотребляет своей независимостью. Спорить о том, почему из чистого сознания появляется ложное эго, не имеет смысла. В сущности, это может случиться в любой момент. Поэтому нам нужно быть очень осторожными. Ложное эго лежит в основе любой материальной деятельности, которая находится под влиянием гун материальной природы. Как только живое существо падает с уровня чистого сознания Кришны, оно сразу же запутывается в сетях кармических последствий своей деятельности. Оплотом материализма является материальный ум, из которого, в свою очередь, возникают чувства и материальные органы тела. Материальное эго появляется из Махаттатвы, которая образуется из личной энергии Господа. Материальное эго прежде всего наделено созидательной энергией трёх видов — благостный, страстный и невежественный. Эти три вида материального эго порождают ум, органы чувственного восприятия, органы действия и грубые материальные элементы. Тема этого стиха заключается в том, что материальное существование живого существа, его падение на уровень материальной деятельности происходит без каких-либо предпосылок. То есть ложный эго — первый из всех материальных элементов, на котором взиждется всё материальное бытие, появляется из чистого сознания. Вот этот центральный момент этого стиха — это очень яркий факт, который провозглашён в Шримадбхагаватам. Это факт того, что ложное эго, причина всего материального существования, возникает из чистого сознания. Никакого осквернения, никаких предпосылок материальных к этому нет. То есть это связано просто с возможностью живого существа, с вечной возможностью живого существа распоряжаться своей независимостью в соответствии со своим желанием. То есть это возможность для живого существа делать выбор. Фактически это сущность бытия каждой дживы. Оно свободно. Свободно в том, чтобы делать выбор. И на платформе чистого сознания Кришны вдруг в какой-то момент возникает ложное эго из чистого сознания. И Шрила Прабхупада в комментарии предостерегает, поясняя этот стих, заботясь о том, чтобы мы поняли этот стих правильно, он поясняет, что недостаточно просто приложить усилий в том, чтобы достичь чистого сознания, сознания Кришны. Нужно ещё быть очень осторожным, чтобы его не потерять. То есть здесь поднимается тема осторожности. Эта тема обозначена в Упанишадах, в Кадха Упанишад. Упанишада является наукой самоосознания, в общем-то буквально. Упанишада содержит в себе знание об абсолютной истине, о методах её осознания. То есть знание об абсолютной истине — это часть знания, которая изложена в Упанишадах. Методы духовного самоосознания, то есть каким образом мы можем прийти на платформу осознания абсолютной истины. И препятствия на пути духовного самосовершенствования. Вот эти три темы — это классические темы. На самом деле пять тем Упанишад мы знаем, пять тем Бхага Удгиты, те же самые. карма, ишвараджива, карма, кала, пракрити. Но можно посмотреть с другой стороны. Упанишады являются знанием об абсолютной истине, о методах духовного самопознания. И также они рассматривают вот этот очень важный вопрос — препятствие на духовном пути. То есть они поднимают вопрос осторожности, необходимости быть осторожным человеку, который встал на путь духовного самопознания, поскольку риск, вероятность и риск падения очень и очень велики. И это в Кадха Упанишад есть вот эта шлока, на которую Шиллуп Рупада часто опирается. Пример. В этой шлоке даётся пример с лезвием бритвы. В Кадха Упанишад 1.3.14 говорится «Проснись и попытайся понять благословение, которое открывает… Проснись и попытайся осознать то благословение, которое несёт в себе человеческая форма жизни». Путь духовной самореализации очень сложен. Он подобен… Он острый, как лезвие бритвы. Это мнение великих учёных-трансценденталистов. Все знают этот пример. Духовный путь, сравнение духовного… Точнее, сравнение духовного пути с острым лезвием Шиллуп Рупада очень часто в своей проповеди, в лекциях и множество раз в комментариях этот пример использует, это сравнение использует. И, в частности, в этом комментарии сравнивается с лезвием бритвы. Почему? Потому что лезвие бритвы – это очень продвинутый инструмент, то есть это очень полезный и продвинутый инструмент. С помощью бритвы можно гладко побриться. Но если неправильно этим предметом пользоваться, неосторожное движение, человек может порезаться и потечёт кровь. Здесь речь идёт об опасных бритвах, которыми сейчас уже никто не пользуется, почти никто. То есть им нужно орудовать очень аккуратно, не так, как мы свободно сейчас бреемся бритвенными станками, в которых этот процесс максимально обезопасен, так сказать. То есть можно серьёзно оскверниться. Ещё хуже Шиллуп Рупада говорит, что придя, вставив на путь духовного самопознания, человек может, неправильно ведя себя, он может оскверниться ещё сильнее, чем он был на тот момент, когда он пришёл, встал на духовный путь. То есть через неправильное отношение к основополагающим принципам познания абсолютной истины, это гуру саду и шастры, священные писания, святые Личности и духовный учитель, истинный духовный учитель. Неправильное отношение к ним вырывается с корня в лиану бхакти. То есть вот в этом нужно быть осторожным, в частности, в том, как мы относимся к истинному духовному учителю, к святым Личностям, к саду и к шастрам. Это один из аспектов осторожности. Так или иначе, здесь поднимается тема необходимости быть осторожным. И в силу того, что вероятность и шанс падений с духовного уровня очень-очень велик для обусловленной Души, в силу её привычки наслаждаться материей, малейшее пренебрежение процессом сады на бхакти может привести к хаосу, может привести к падению того или иного рода. И Шилупрупада подчёркивает, что осторожность — это означает внимательность по отношению к выполнению принципов преданного служения сознания Кришны. И это четыре принципа и шестнадцать кругов. Шилупрупада говорит. Итак, осторожно, сейчас мы рассматриваем вот этот аспект осторожности, пренебрежение принципами сады на бхакти. Шилупрупада говорит в лекции по Шриман-бхагатам в Лос-Анджелесе 15 июня 1972 года. Таким образом, наше внимание должно быть постоянно сосредоточено на том, как мы выполняем свою духовную жизнь, как мы ведём свою духовную жизнь. Наше внимание должно быть постоянно сосредоточено на выполнении нашей духовной жизни. Это очень просто. Мы строго следуем регулирующим принципам и повторяем шестнадцать кругов минимум. Это защитит нас. Но если мы становимся невнимательны в отношении вот этих принципов, тогда возникает шанс пораниться о всевозможные шипы. До этого он приводил сравнение с шипами, что человек, который пробирается через чащу, через кусты, он может проходить... Там очень множество кустов с шипами, и он может порвать свою одежду или даже пораниться. То есть нужно двигаться очень осторожно. И теперь он говорит, если мы будем проявлять невнимательность в отношении вот этих принципов, повторения минимум шестнадцати кругов и четырёх регулирующих принципов, то возникает шанс быть пораненным вот этими шипами. Вокруг очень много шипов, что в правопаде говорит. И также другой пример. То пример с шипами, и также другой пример, и здесь он опять переходит к этому примеру, кшура-седгара, острые лезвия бритвы. Вы можете побриться очень гладко, но малейшая невнимательность — сразу же кровь. Мы должны быть очень осторожны. Вот это один аспект внимательности. В общем-то момент, где создаётся риск для падения — это пренебрежение принципами саддана-бхакти. В случае с падением Махараджи Баратты, Шила Прабхупада так и объясняет в комментариях, что причиной падения Махараджи Баратты было сознательное пренебрежение принципами саддана-бхакти. Сознательное пренебрежение принципами саддана-бхакти — это очень важный момент. Есть разница в реакциях, в результате, вследствие сознательное пренебрежение или когда человек по воле Господа попадает в определённую ситуацию. Допустим, человек преданный, практикующий, может попасть в больницу, лежать под капельницей, в плохом состоянии, не повторять вообще мантру три дня, допустим, не читать книг. Это одно результат. Это, безусловно, неблагоприятная ситуация для духовного самосознания, но это, безусловно, отличается в своих результатах, когда преданный конвертирует свою духовную практику, так сказать, в материальные блага или, проще сказать, разменивает духовную практику на возможности для материального прогресса и чувственных наслаждений. То есть, когда представляется возможность, это слабая природа обусловленной души. Обусловленная душа может сохранять верность, допустим, слуга или рабочий, может сохранять верность своему хозяину, проявлять все признаки верности, но когда предоставляется возможность получать больше, служа другому хозяину, то он эту возможность не упустит и бросает своего старого хозяина. Никакой верности уже здесь не остаётся. Таково материальное сознание, оно постоянно требует награды, компенсации за все свои труды. Таким образом, на незрелых стадиях преданного служения обусловленность может брать верх над преданным, и преданный периодически будет сознательно разменивать свою духовную жизнь на возможность получения материальных благ и совершения какого-то материального прогресса. Ценой этого, ценой отказа или уменьшения духовной практики. То есть, ничего страшного, если я буду меньше служить Кришне, если в результате у меня будет больше денег и возможностей для чувствных наслаждений. То есть, сознание Кришны, оно никуда не денется. Свал-пам-ап-я-ся-дар-ма-ся-тра-я-те-ма-ха-то-бая-я-та. Я уже попытался это. Я уже, в конце концов, я же не просто так, я преданный Кришна милостив. Кришна ни от кого не отказывается. Апечет сударачаро. То есть, мы можем применять этот стих. Апечет сударачаро к себе. Что может привести тоже к падению. Это тоже неосторожность. Неосторожность в том, как мы понимаем утверждение Священных Писаний. И есть большая опасность понимать их как-то по-своему, а не так, как их объясняют великие преданные, чистые преданные очарьи. И Бхакстан Сарасвати, говоря об этом стихе, Апечет сударачаро, то есть преданного следует читать саду, даже если он ведет себя неподобающим образом, иногда в силу старых привычек. Он делает уточнение, что если человек оправдывает свое неправильное поведение этим стихом, то такой человек падет. И более того, те, кто с ним общаются, тоже падут. То есть с такими так называемыми саду даже неблагоприятно общаться, поскольку общение с ними может затормозить духовную жизнь или привести к падению, что говорить о их самих, о их собственной духовной жизни. Они находятся в опасном положении. Вот это также сфера, где мы должны быть очень внимательны, мы должны быть уверены, что наше понимание священных писаний, принципов преданного служения, принципов культуры, основанной на шастрах, всего, что связано с духовной жизнью, с дхармой, с йогой, с духовным самосознанием, с преданностью, именно такое, которое даётся великими преданными. То есть правильно я понимаю, какое-то утверждение из шастры или неправильно, можно легко проверить. Если моё понимание такое же, как понимание Шиллабруббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб все истины Священных Писаний правильным образом. Правильным образом это означает принимать тот их смысл, который исходит с лотосных уст чистого преданного Ачарьи. Итак, пренебрежение принципами предного служения является причиной падения. Это классическая причина падения. Обусловленные души склонны к тому, чтобы пренебрегать принципами предного служения уже после того, как они приняли эти принципы, даже искренне. То есть для обусловленных души всегда есть вот эта опасность. Искренний человек может стать неискренним, и неискренний может благодаря хорошему общению стать искренним. И другой аспект осторожности, сферы, где мы должны проявлять осторожность, это нишадачара. Нишадачара — это неподобающее поведение. Неподобающее поведение сюда можно отнести любые действия, которые неблагоприятны для культивирования сознания Кришны, враждебны по отношению к сознанию Кришны, являются противоположностью Его. Любые действия, которые оккультируют в нас дух чувственных наслаждений, тогда как это является неблагоприятным, тогда как сознание Кришны подразумевает постепенное развитие непривязанности к материальному. Полномерная, постепенная, устойчивая тенденция к тому, чтобы отказываться от материальных чувственных наслаждений, вообще изживать в себе дух наслаждений как таковой. И любые действия, которые питают и культивируют в нас какие-либо привычки, любые действия, основанные на наших уже имеющихся дурных привычках, питают эти привычки. Они являются нишадачарой, нежелателем, неподобающим ачарам, плохим поведением, которое культивирует нечто противоположное сознанию Кришны, враждебно по отношению к сознанию Кришны. И каждое наше послабление в этом направлении создает или укрепляет привычку. И когда привычка уже сформирована, от неё очень-очень сложно избавиться. Это общеизвестный факт, что от привычек избавляться очень тяжело. Но откуда берутся привычки? Привычки берутся из неосторожности, из неосмотрительности. То есть, будучи невнимательным, человек позволяет себе что-то, позволяет себе что-то ещё раз, позволяет себе что-то ещё раз, ещё раз и ещё раз. В результате у него формируется привычка. И когда у человека сформировалась привычка, и он, идя на поводу этой привычки, опять совершил что-то плохое, мы можем, конечно, сказать «Апичетсу дадачиро баджандама мананья бака». Это будет правильно. Всё-таки он пытается, он садов. Но мы также можем предположить, что эта привычка вылезет вновь. Есть такая вероятность. Смысл в том, что привычка на этой стадии, на развитой стадии, когда человек, практикуя сознание Кришны, одновременно с этим приучил себя к тому, чтобы поддерживать какие-то материальные привязанности, материальные привычки, неблагоприятные действия, нишедачар, ему будет гораздо сложнее избавиться от привычки. То есть осторожность должна проявляться именно в том, чтобы не развить себе неправильных привычек. Уже есть неправильные привычки, и с этим нужно иметь дело. Но более разумно это позаботиться о том, чтобы не развивать себе дурных привычек. Этот принцип очень хорошо научно представлен в Упадышамрите в первых двух стихах. Рупа Госвами сначала говорит о необходимости контроля чувств, контроля шести побуждений. Вегам – это побуждение. Есть Вача – бегам, Манаса – бегам, Кродга – бегам, другие три – Джихва – бегам, и так далее. То есть побуждение речи, ума с его желаниями, мечтами, гнева, побуждениями языка, стремящегося испытывать различные вкузы, желудка, который хочет быть всегда наполненным, и гениталии. Шесть побуждений – вегам. Основные шесть – вегам. И Рупа Госвами призывает их контролировать, говорит, что вот если человек их может контролировать, он способен принимать учеников по всему миру. То есть он может быть авторитетом в духовной науке, на духовном пути. И следующий стих «Атехара праэс ашча», он говорит уже о дурных привычках, которые развиваются в том человеке, который неуспешен в контроле чувств. То есть контроль чувств помогает нам не развивать дурных привычек. А когда эти дурные привычки развиты, в силу того, что наша способность контролировать чувства на начальном этапе сознания Кришны так себе, уже требуется работа. «Атехара праэс ашча», усилия в том, чтобы жить в себе тенденции уже развитые. Уже есть склонность иметь больше, чем необходимо. Уже есть склонность к общению, которое неблагоприятное для сознания Кришны есть. Привязанность к различным видам общения с Ангей. Уже есть склонность к праджалпе, к разговорам, которые удовлетворяют наши материальные умы и эго, не являются питающим эликсиром нашей бахти. То есть они не питают нашу бахти, они питают нашу двешу, наш гнев, наше эго, наше представление о мире. То есть это праджалпа. Все это отдельные большие темы, но смысл сегодняшней лекции в том, чтобы просто обозначить вот эту татву, вот эту истину, необходимость быть осторожным и раскрыть нас к восприятию вот этой темы, которой изобилует Священное Писание и наставления великих преданных ачарьев. То есть эта тема — это одна из важных тем вообще Священных Писаний и учение ачарьев. Осторожность в том, чтобы не потерять сознание Кришны, не навредить сознанию Кришны, не оскверниться, не развить дурные привычки, не оскверниться через дурное общение, проявляя неосторожную симпатию и близость по отношению к тем живым существам, у которых нет сознания Кришны. Всё это очень важно для того, чтобы культивировать успешно сознание Кришны, чтобы достигать действительно результатов в культивировании сознания Кришны. Нужно контролировать чувства. Нужно контролировать чувства, нужна воля. То есть мы не должны, как сахаджи, ждать какого-то чуда. Мы должны ждать чудо, чудодейственного эффекта от Бхакти. По милости Кришны это может происходить и будет происходить, и происходит, вплоть до пробуждения Бхавы, достижения Сварупа Сирхи, достижения Прямы. Это всё чудо, это всё милость Кришны. Мы должны ждать этих чудес, мы должны надеяться на это, культивировать себе надежду, что несмотря на то, что надеяться мне не на что, в силу того, что я конченый, тем не менее я надеюсь всё равно, потому что Кришна очень милостив, и у меня нет другого пути. Мы должны культивировать надежду, но не должны верить, надеяться на чудо, как сахаджи, которые непоследовательны в своей практике предного служения. То есть они не пытаются проявлять волю, контроль чувств и отказ от чувственных наслаждений, при этом практикуя некоторые анги-бакси, ожидая чуда от этого. Но контроль чувств, то есть необходимо вот это вот всё, контроль чувств, отказ от определённых видов деятельности, это требует не чуда в будущем снизошедшего на нас по милости Господа и Его преданных, это требует воли. То есть воля, проявление личной воли, силы воли, является элементом саддана-бхакти. Это не является результатом саддана-бхакти. Результатом саддана-бхакти является бава, трансцендентный экстаз, эмоции. Но воля, сила воли является элементом в Айтхи-бхакти. В Айтхи-бхакти нельзя войти в эту сферу, не будучи готовным проявлять определённую волю в контроле чувств, в отказе от различных видов деятельности и различных видов чувственных наслаждений. Шалупрупада говорит в одной из своих лекций, что помил сейшиштани Махапрабу, вот этот процесс, вот эта необходимость быть осторожным сведена к минимуму. То есть нам не надо отказываться от еды, нам не надо отказываться от семьи многим из нас. Нет необходимости. Не нужно отказываться ни от чего существенно, нам нужно просто следовать четырём регулирующим принципам. На этом заканчиваются все ограничения. То есть ничего существенного не отнимается, никакого угнетения, жизненной энергии, потребности действия, даже потребность удовлетворять чувства практически не происходит в рамках практики садана-бхакти. То есть нужно кушать только просад, вот ограничения. Не говорится, что не надо вкушать. Надо вкушать до полного удовлетворения, Шалупрупада в одном месте говорит, но только просад. К пищу, приготовленную преданными и предложенную Кришне. Это также проявление осторожности в сознании Кришны, не вкушать ничего, что приготовлено непреданными. Более того, есть вот эта сфера общепита, и даже вегетарианского, и даже духовного, и даже сознание Кришны общепит. Это не является вполне благоприятной ситуацией для практикующего вайшнава. То есть это отдельная история, отдельная тема, но кушать, когда видят другие, это нехорошо. Если это вайшнавы, это хорошо, но если кто-то из них не является вайшнавом, это не очень хорошо. Не очень хорошо вкушать на людях, не очень хорошо вкушать из посуды, из которой вкушали люди какие-то другие, потому что это осквернение нельзя смыть. То есть фактически каждый должен пользоваться своей посудой или пользоваться одноразовой посудой, как в Индии, допустим, используются листья пальмовые, банановые пальмы, или сухие листья банановой пальмы. Одноразовая посуда, натуральная одноразовая посуда. То есть есть очень-очень много принципов, что говорить о том, чтобы вкушать то, что приготовлено на кухне, где используется мясо, лук, чеснок, где готовят люди, не исследующие никаким принципам чистоты. И всё это очень-очень опасно для сознания Кришны. Всё это является в высшей степени неблагоприятными факторами для развития сознания Кришны. Тот, кто хочет в своё сознание Кришны уберечь, то, которое уже есть, должен в высшей степени быть осторожным. Другой аспект неосторожности в сознании Кришны, неосторожности, которая приводит постепенно, может привести или увеличить шанс падения, проявления материальных импульсов, материальных желаний, которые уведут с пути следования принципам Бхакти. Это праздный ум или потеря времени. Шилабру Падова в одном из комментариев шестой песни Шимадбагутам как раз говорит об этом. Вечное время сравнивается с лезвием бритвы. Вечное время — это лезвие бритвы. Оно отсекает безжалостно всё у всех. И если мы хоть одну секунду этого времени не находимся в сознании Кришны, вечное время сразу же наносит нам удар. То есть каждое мгновение забвения о Кришне является ударом по сознанию Кришны. Это очень серьёзный вызов для нашего сознания, для нашего ума, поглощённого зачастую кармой, дхармой, ещё чем-то, в лучшем случае, кармой и дхармой. Но это факт, что величайшей катастрофой является хоть одно мгновение, проведённое человеком не в сознании Кришны. И Шилабру Падова цитирует Чанакю Пандита Никаких денег не хватит, чтобы вернуть одно единственное мгновение нашей жизни. Так посудите сами, сколько мы теряем, потратив пустую, даже краткий миг из отпущенного нам времени. То есть праздный ум кузницы дьявола, мы говорим, это уже следствие. Это уже следствие неосторожности, неправильного использования времени. То есть если мы сознательно не настраиваемся на то, чтобы помнить о Кришне, никогда о нём не забывать, используя различные принципы духовной практики, духовной деятельности, как инструмент просто для того, чтобы всегда помнить и никогда не забывать о Кришне, то есть опасность, опасность того, что провалы в сознании будут приводить к пробуждению каких-то глупых мыслей или желаний, уводящих нас с платформы сознания Кришны. Таким образом, терять время — это неосторожность, проявление неосторожности в сознании Кришны. Обусловленная душа, сбитая с толку гунами материальной природы, невежественная в отношении вопросов духовного самосознания, в момент падения не понимает, что к этому падению привели её же собственные действия, её же собственная неосторожность. Вот в этом смысл этой темы мы должны понять, что в возвращении в нормальное состояние, в состояние сознания Кришны очень большую роль, решающую роль играет, так же, как и в начале материального существования, наш собственный выбор. Наш собственный выбор, и выбор нужно сделать в сторону сознания Кришны. Нужно настроиться на то, чтобы всегда помнить о Кришне, никогда о нём не забывать, не использовать время впустую. И так Шелупропада говорит, никаких денег не хватит. Да, это мы прочитали перевод стиха. «Видя животное, бесцельное существование, не веря в вечное бытие, человек по невежеству своему считает, что отпущенный ему 50-60, самое большое из 100 лет жизни — это всё». Как же он заблуждается! «Время вечно, и в материальном мире мы проходим один за другим этапы нашей вечной жизни. Время сравнивается здесь с острым лезвием. Если, бреясь, вы обращаетесь с лезвием неосторожно, то недолго и до беды. Этот стих предостерегает. Не тратьте отпущенную вам жизнь напрасно, старайтесь правильно распорядиться ею, чтобы обрести духовное сознание», то есть сознание Кришны. Асад-санга — это следующий аспект, в котором нужно проявлять осторожность. Каковы признаки Вайшнава, как распознать Вайшнава? На этот вопрос Шич Тани Махапрубу ответил Асад-санга, Тьяга, Эй, Вайшнава, Чара. Истинный Вайшнав, его первая черта, как его можно отличить от других людей, он сторонится любого общения, кроме общения с преданными. Асад-санга — Тьяга. Он Тьяга, он отказывается от любого общения. В Шримад Бхагаватам, в третьей песне, даётся в третьей песне, в 27-й главе, даётся формула, как следует общаться и как следует относиться к другим живым существам. Там говорится, что преданный Сарва-бута, сама Твена, он одинаково относится ко всем. По поводу... Сейчас мы обсуждаем Асад-санга-тьягу и вообще правильный формат или правильные отношения к другим живым существам, в частности, к людям. Итак, выполняя предное служение, это 3.27.7. Выполняя предное служение, человек должен смотреть на всех живых существ одинаково. Он не должен проявлять враждебных чувств по отношению к кому-либо, но при этом не создавать никаких близких связей ни с кем так же. Вот это формула. Преданный, практикующий сознание Кришны, он не должен вступать в близкие отношения с кем-либо, кроме преданных Господа, Машнавов. И он не должен враждебно относиться к другим живым существам. И хотя он не относится враждебно и относится ко всем одинаково, видя во всех души духовные существа, неотъемлемые частицы Кришны, он никогда не будет создавать интимных, близких связей с теми, кто лишён сознания Кришны, поскольку это очень-очень опасно для сознания Кришны. И обусловленная душа, конечно же, не отдаёт отчёт, потому что видение обусловленной души, его восприятие мира очень-очень несовершенно. Мы понимаем опасность какого-либо предмета обычно после того, как становимся жертвой этого предмета или ситуации. Так, асатсанга — общение с любым человеком, хорошим или плохим, даже если он хороший и обусловлен гунной благости и совершает какие-то благие дела, если он лишён сознания Кришны, он полностью заражён ложным эго и материальным умом, как в соответствии с нашим стихом сегодняшним. Он заражён этим духом, привязанностью к материи, к наслаждению материи. И таким образом несёт в себе эту инфекцию материальную. Шелл Попада рассказывает. И эта девушка обладала такими способностями, где бы она ни появлялась, все заболевали ТИФом. Где бы она ни появлялась, все заболевали ТИФом. И эту закономерность очень несложно было обнаружить, что где бы она ни появлялась, все заболевали ТИФом. И её тогда обследовали. А сама она была нормальна. Чувствовала себя хорошо, не болела. И её обследовали, обследовали её кровь и обнаружили, что её кровь полностью состоит почти из вот этих вот бактерий, вот из этого вируса, ТИФа. То есть сама она нормальна, хороший человек. Но любой, кто приходил в контакт с ней, заболевал ТИФом. Подобно этому люди, которые лишены сознания Кришны, их кровь, образно говоря, их сознание, оно полно этой материальной инфекции. Ступать в близкий контакт с ними очень опасно для сознания Кришны. Это гарантированно опасно. То есть это закон, он по-другому не может быть. Мы обязательно будем терять духовную силу при близком контакте, близком взаимодействии с людьми, у которых нет сознания Кришны, даже если это хорошие люди. То есть для того, чтобы успешно культивировать сознание Кришны, важно общаться с преданными и, относясь невраждебно и доброжелательно ко всем живым существам, проповедуем сознание Кришны. Тем не менее, мы должны избегать развития симпатии, развития каких-то связей, общностей и развития какой-то близости с ними, если эта близость не основана на чистом сознании Кришны. Эта близость защитит нас. То есть когда мы видим живые существа как души, неотъемлемые частицы Кришны, но сторонимся близких контактов с Ним с целью не оскверниться, не потерять своё сознание Кришны. И можно отметить ещё пару моментов, которые Шилабрапада касаются в различных своих лекциях и комментариях по поводу неосторожности, возможной неосторожности в духовной жизни, оскорбления, совершения оскорблений. Мы с этого начали. И фундаментальными принципами постижения Кришны абсолютной истинной является принятие авторитета священных писаний и вера в них, то есть проявление философии половины курицы, когда мы что-то готовы принять из священных писаний, а что-то отвергаем. То есть это означает, что у нас нет настоящей шратхи, а настоящей веры в священное писание. Мы выбираем то, что удобно, и отвергаем то, что неудобно. Это очень вредное, очень опасное состояние для сознания Кришны. Мы должны отказаться от этой философии половины курицы, развить настоящую шратху, веру. Всё, что говорит Кришна, всё, что говорит Ачаря, всё это совершенное. Мы должны следовать всем наставлениям, принимать все наставления. Нет таких наставлений, Шилопрупада в частности, которыми мы можем пренебречь или на которые мы можем обратить меньше внимания или сказать, что он здесь об этом говорит, это не так важно, можно это проигнорировать. Всё, что говорит Шилопрупада, в особенности в своих книгах, является очень-очень важным. И оскорбление, оскорбление шастер, оскорбление саду, в данном случае оскорбление великих преданных, оскорбление ачарьев — это самое страшное, самое худшее, но оскорбление практикующих преданных, создание препятствий на пути их, на их пути домой, назад к Богу. Это является очень серьёзным оскорблением. И оскорбление к гуру, когда мы отвергаем трансцендентные истинные, авторитетные наставления истинного духовного учителя, возвышая себя над ним. То есть такие типы ученика, учеников называются гурудрухи. Гурудруха — это тот, кто не благодарен своему духовному учителю и без причин считает себя более разумным, чем он. То есть, безусловно, здесь речь не идёт о Бали Махараджи и других Личностях, которые вынуждены оставить своего гуру в силу того, что он некомпетентен. Здесь речь идёт о неблагодарности и непринятии истинного духовного учителя. Всё это очень плохо сказывается на возможностях духовного прогресса. То есть, чем тяжелее бремя аппарат, тем тяжелее двигаться по духовному пути. То есть, нужно время. Вишнана Чакави Такура подчёркивает, что даже если человек осознал, что он оскорбительный, крешник, и перестал совершать грехи и оскорбления, должно пройти время, чтобы изжить, пережить их последствия. То есть, Кришна сразу не освобождает от последствий, даже когда человек уже понял. Эта тема содержит в себе также много тонкостей, но вот эту идею достаточно понять вначале, что очень сложно отделаться, отмыться. Легче не оскверняться, легче защитить то, что у нас уже есть, чем потом восстанавливать потерянное. Таким образом, вот эта тема осторожности Шилы Пруппада раскрывает её в терминах «предание себя Кришне». Брама молится, приводится пример Господа Брамы, который молится Господу Кришне о помощи, чтобы, творя материальный мир, материальную вселенную, не возгордиться, посчитав себя Творцом. Таким образом, Брама предаётся Господу, зависит от Него во всём. И Господь заверяет его, что всё будет нормально, ты не пойдёшь жертвой гордости. То есть предание — это быть осторожным, означает всё время зависеть от Кришны. Если мы отказываемся от Кришны, от того, чтобы быть под Его защитой, то в какой-то момент вопрос нашего падения — это уже решённый вопрос. То есть когда человек падает, это означает, что он уже не находится под защитой Кришны. Потому что когда мы находимся под защитой Кришны, мы удовлетворены полностью в своём положении, в сознании Кришны, и никакого падения случиться не может. но через несколько комбинаций шагов, определенная комбинация шагов в виде определённых видов неосторожности может создать уже другую ситуацию, и мы можем пасть. В этот момент можно понимать, что эта Душа не находится под защитой Кришны, Его падение уже решено высшими силами. То есть падём мы или не падём, зависит от того, насколько мы искренне принимаем прибежище у Кришны, предаёмся Ему, зависим от Него. Это тоже очень большая тема, предание. То есть человек, который надеется на себя, на свои силы, гордится своими достижениями, безусловно, очень сильно склонен к падению. Противоположность тому, кто считает себя ничтожным, ни на что не способным и понимающим, что всё, что у него есть, есть по милости Кришны и может быть сохранено только по милости Кришны. Таким образом, он постоянно ищет прибежище у Кришны, понимая свою полную зависимость от Него. То есть вот эта зависимость, вот эти аспекты, предания, Шарана дати, Анукулиаси, Санкалапапрати, Кулиаси, Варджанам. В особенности вот эти два, верить в защиту Кришны и понимать, что только по милости Кришны мы можем прогрессировать. Никакие достижения, никакие особенные наши качества материальные в этом не участвуют. То есть можно произвести впечатление на глупых людей, но никогда нельзя обмануть Верховную Личность Бога. То есть мы можем произвести впечатление на недалёких людей своими какими-то достижениями, способностями, внешними чертами, полученными по карме. Но побудить Кришну, быть нашим защитником, может только наше искреннее стремление принять прибежище у Его лотосный стоп посредством принятия прибежища у лотосный стоп чистого преданного представителя Кришны, Шилу Прабхупаду в нашем случае. И также можно отметить развитие фамильярности. Это тоже неосторожность на духовном пути, когда развивается фамильярное отношение по отношению к тем, кто может помочь нам в нашем духовном развитии. В связи с этим есть рекомендация никогда не приближаться слишком близко к Гуру, к духовному учителю, но при этом не отдаляться от него слишком далеко. Это не отдаляться, чтобы получить… Подобно огню. Гуру сравнивается с огнём. Когда мы рядом с огнём, мы получаем благо от огня в виде тепла. Если мы слишком далеко от огня, мы не получаем этого блага. Если мы слишком близко, мы обожжёмся. Также нужно обращаться с Гуру. Не нужно отдаляться, чтобы получить благо, общение и руководство истинного духовного учителя. Но и не нужно приближаться слишком близко для того, чтобы избежать вот этого нежелательного развития фамильярного отношения к нему. Есть, Шелупрупада также приводит сравнение в одной из лекций, что люди, которые живут на берегу Святой реки, очень редко омываются в ней. Они пользуются колодцами, пользуются колодцами и ходят совершать омовение. Тогда как люди, которые живут подальше, они очень с почтением прикладывают усилия и приезжают из далёкого расстояния, чтобы совершить омовение в Святой реке. Тогда как те, кто живут близко, омываются даже реже, чем те, кто приезжает иногда. То есть фамильярность, сближение чрезмерное может породить фамильярность, и фамильярность — это уже опасное состояние. И в связи со всей вот этой темой необходимы опасности, камней преткновения или препятствий возможных, шансов падения с платформы сознания Кришны. На фоне этого всего Шелупрупада также говорит о простоте, о лёгкости метода сознания Кришны. Вот один из этих аспектов. Я уже упомянул, прочитая эту цитату целиком, это из лекции Шелупрупады в 1970 году. О, это та же самая лекция, откуда мы уже читали. «Милость и читание Махапрабума». Необходимость быть осторожным сведена к минимуму по милости Господа Чайтани. То есть мы сейчас с вами уже почти час обсуждаем необходимость быть осторожным. чтобы не упасть. И Шелупрупад говорит, что по милости Господа Чайтани вот эта вот необходимость быть осторожным, она сведена к минимуму. Здесь можно сравнить с бритвенным станком. То есть им можно достаточно смело бриться и, в общем-то, не порежешься. Можно тоже порежется, есть опыт такой также. Но уже не такая большая вероятность и не требуется такого уровня мастерства владения, как вот в случае с опасной бритвой. По милости Шиштани Махапрабуму надо быть осторожным, так же, как и всегда. Было нужно быть осторожным на духовном пути. Но вот эта осторожность сведена к минимуму. Что это означает? Для того, чтобы стать ващнавом, Шелупрупад говорит, для того, чтобы стать ващнавом или достичь высшей платформы, для того, чтобы укрепиться на этом высшем уровне жизни, уровне ващнава, очень простой метод. Нужно следовать очень простому методу. Вы повторяете Харе Кришна и следуете вот этим четырём принципам. Четыре. Это всё. Только это мы должны согласиться принять. И тогда наверняка вы не пойдёте, как это случилось с Аджамилой, или не станете Ашучи. Не осквернитесь. То есть по милости Шиштани Махапрабу духовная практика веккали достаточно простая. Она сводится вот к этим принципам четырём и к повторению 16 кругов минимум. И действительно, на практике можно увидеть, что ващнавы из других сампродай, когда оказываются на Западе, обнаруживают себя неспособными следовать своей Дхарме, своим правилам. и начинают проявлять признаки кармии, то есть начинают падать на уровень чувственных наслаждений. И те же самые ващнавы из этих других традиций, оказавшиеся на Западе, иногда примыкают, чтобы удовлетворить свою уже какую-то врождённую или развитую склонность к предному служению. Они примыкают к движению сознания Кришны, начинают повторять мантру, то есть обучаются принципам Санкиртаны. То есть они начинают регулярно повторять святые имена и обнаруживают себя опять способными даже на Западе следовать принципам, которым они следовали в Барда-Варше в Индии. То есть Санкиртаны обладают таким могуществом. Этот метод несложный, но он включает в себя всё. То есть одной Санкиртаны повторением святого имени можно сделать себя способным, можно создать себе иммунитет, лучше сказать, создать себе иммунитет против всего этого оскверняющего влияния века Кали. Об этом говорится в Кали Сантара на Упанишат. Иди шо даши кам нам нам, кали калмаша наша нам, уничтожает влияние века Кали. И каждый, кто повторяет их, ему открывается весь сокровенный смысл юридического знания. То есть он достигает возможности видеть Кришну лицом к лицу. Именно это и есть суть и смысл всего юридического знания. Этого можно достичь просто через этот несложный метод, метод повторения святого имени. То есть помилостей Шичтани Махапрабху всё стало просто. Да, всё очень сложно, путь сложный, опасный, вероятность падения велика, но повторение святого имени сводит это к минимуму. И важно отметить, что человек, который оказался в опасной ситуации для духовной жизни, должен уделять больше внимания санкиртане или индивидуальной джапе. Можно привести пример. Если человек гуляет просто по открытому воздуху, то у него не такая большая опасность заразиться какой-то инфекцией, допустим, эпидемией гриппа или какой-нибудь лихорадки. То есть на открытом воздухе у нас не так много шансов заразиться этим вирусом. Но если мы пойдём в помещение, где низкие потолки и очень большое скопление людей, то вероятность очень большая. И здесь в Индии многие люди осторожны, и они ходят в масках, то есть они одевают маски в случае, когда идут в храм, в частности, в храме он до сих пор пока в этом храме. Низкие потолки и очень большое скопление людей бывает. Подобно этому, когда мы оказываемся, мы должны иметь достаточно знания и достаточный разум, основанный на этом знании, чтобы понять, что ситуация, в которую мы сейчас попадаем, неблагоприятна для сознания Кришны. Это несложно. На эту тему не нужно читать много лекций. Ситуация неблагоприятная для сознания Кришны. Вокруг материалисты, вокруг соблазны, мало вокруг, нету преданных, нету храма, нету арчины. Что сложного, чтобы понять, что эта ситуация неблагоприятна? Да, она неблагоприятна. Это означает, что мы должны в этой ситуации повторять больше. Швабруппада говорит однократно точно, но я думаю, что неоднократно даже. Он говорит, что постоянное повторение Харе Кришна мантры может защитить нас от случайных падений. То есть это и есть способ защиты. Постоянное повторение. Постоянное повторение — это кульминация нашего осознания, необходимости повторять, чтобы не падать, чтобы в конце концов просто двигаться, очищаться. то есть Киртани Асада Хари. Постоянное воспевание возможно когда? Когда Таринада Пису Ничина, Тарора Писахишнана. Когда мы понимаем, что мы очень оскорблены, мы хуже всех. Тогда возможно повторение, постоянное повторение. Но постоянное повторение к нему человек должен прийти постепенно через понимание, что ему нужно повторять больше. То есть это его повторение недостаточно. И не потому, что Шиллупрапада ошибся с количеством кругов, а потому, что мы очень оскорблены. И для нас повторение Святого Имени дополнительных кругов — это способ увеличить сознание Кришны, которое должно увеличиваться в благоприятной атмосфере. И так, когда мы живём с преданными, посещаем Мангларати, повторяем 16 кругов внимательно в окрестность, где-то преданные рядом, где-то Туласи рядом. Это благоприятно. Потом мы вкушаем просад с преданными, потом мы с преданными занимаемся служением, потом вечером у нас опять с Анкиртоном совместное пение. Это благоприятно, нет проблем. Мы слушаем Священное Писание два раза в день. Нет проблем, что мы читаем 16 кругов, но если мы оказались в вакууме, в неблагоприятной ситуации, то, скорее всего, нам нужно делать больше, чтобы защитить себя. Больше Шрауром и Киртоном, больше читать, больше повторять. Повторение в сложной ситуации является самым простым, самым могущественным, потому что, когда наш ум слаб, читать может доказаться даже сложно. Но повторение может вытащить нас и сделать нас способными читать. То есть, чем опаснее ситуация, чем неблагоприятнее ситуация, тем больше нужно повторять. Мы должны воспитать себя таким образом, что когда мы попадаем в такую неблагоприятную ситуацию, мы чувствуем тревогу, тревогу, побуждающую нас сосредоточиться на Кришне больше посредством этих несложных методов. В частности, повторение святого имени. И очень много шлок о лёгкости этого пути, пути преданного служения. Он гораздо легче, чем любой другой путь. Путь кармы, путь гьяны, путь йоги. Он гораздо сложнее. У панишадок формулируется общий принцип. И этот принцип также распространяется на бхакти-йогу. И мы можем видеть, что люди теряют сознание Кришны, искренне становятся неискренними иногда. Хорошие люди вдруг портятся сознание Кришны, делают неправильный выбор, принимают неправильную сторону, проявляют признаки привязанностей, которых вроде бы на какое-то время у них не было. То есть осторожными быть нужно, но при этом мы должны понимать, что путь бхакти, чистого бхакти, он очень-очень безопасен, потому что мы принимаем прибежище у Кришны и мы находимся под защитой принципов преданного служения, которые мы получаем по цепи ученической преемственности. Это не наша ответственность уже, что будет. Ничего плохого просто не может быть, если мы принимаем прибежище у Кришны, поскольку Кришна лучший друг каждого. И Шилл Прабхупада говорит об этой простоте. Есть множество шлок в Шимат-Бхагаватам, которые говорят о простоте пути преданного служения. В частности, я вот этим хочу завершить, утверждением простоты и надёжности пути бхакти-йоги. Те, кто принял эту лодку лотосных стоп Господа, которая является прибежищем для всего космического проявления и известен как Мурари, враг демона Муры. Океан материального существования становится подобным лужице в следе из-под копыта телёнка. Их цель — парам-падам, вайкунха, место, где нет материальных страданий, но не то место, где опасности подстерегают на каждом шагу. Падам-падам, я тебе падам, на тэш, он вот этот стих закачивает. Здесь 10, 14, 52. Идея в чём? Лодка лотосных стоп Господа, что это такое? Это процесс, который дают ачаре, процесс поклонения Верховной Личности Богу посредством вот этих анг-бхакти-шрам-нам-киртан-вишна-смагнам. И тот, кто принял эту лодку, лотосных стоп Господа, сел на неё, он вдруг обнаруживает, что никакого океана материального существования нет. Осталась просто маленькая лужица размером примерно со след копыт от телёнка. И поскольку его цель — вайкунха, тот, кто принял эту лодку, сел в эту лодку, его цель — вайкунха, а не то место, где опасности подстерегают на каждом шагу. То есть опасности, они просто исчезают. И когда мы принимаем прибежище в процессе предного служения, которое оставили ачаре, и есть сравнение, что ачаре сами пересекли океан материального существования на этой лодке, но эта мистическая лодка осталась на этом берегу, чтобы мы ей тоже воспользовались. То есть путь освобождения от материального рабства — это тот же самый путь, которым шли великие души, которые уже находятся на той стороне реки Вераджи, реки, разделяющей духовные и материальные миры. Это тот же самый путь. Они пересекли этот океан и оставили эту лодку нам. Эта лодка — это путь, процесс, авторитетный процесс, бахти, основанный на шруте, смотрите, в уранах и панчаратрике. И вот ещё шлока. О, царь! Те, кто приняли процесс служения верховной Личности Бога, никогда не соскользнут с этого пути назад в материальный мир. И если даже они будут бежать по нему с закрытыми глазами, они никогда не сойдут с Него, не отклонятся от Него, то есть это путь очень надёжный. По нему можно бежать с закрытыми глазами. То есть здесь уже противоположно. Что такое закрытые глаза? Глаза — это два глаза. Это шрути и смрити, два раздела священных писаний. Если человек не является экспертом во всех шрути и во всех смрити, это не страшно. Если он примет только бхакти-шастры, только то, что дают ачаре в авторитетной цепьючинской преемственности и встанет на путь преданаслужения, то он может бежать с закрытыми глазами, и он может не заботиться обо всех остальных видах знаний, которые содержатся в ведах, и он придёт к высшей цели жизни. Вот таким образом этот путь бхакти, он одновременно и прост, и одновременно всё-таки требует ответственности, осторожности с нашей стороны, чтобы по этому пути двигаться, никуда не сворачивая и не падая с него назад в материальное существование. Здесь я остановлюсь. Что-то есть в чате, ага. Как на практике выражается Нияма-Грага в виде чрезмерной привязанности к правилам и предписаниям, в чём опасность этого её проявления? Мы уже чуть больше часа беседуем, и тема большая. Я рассказал об этой теме не всё, но достаточно подробно о теме Нияма-Граги в лекции о механическом бхакти, механической или не механической бхакти. Она в Тамбове, по-моему, прочитана. Как на практике выражается Нияма-Грага, но тем не менее вопрос задан. Коротко отвечу. В виде чрезмерной привязанности к правилам и предписаниям. Это привязанность к правилам и предписаниям либо к тем правилам, которые не первостепенны в развитии сознания Кришны, либо это привязанность к правилам и предписаниям не с целью духовного прогресса, а с какой-то другой целью. То есть хету, причина, побуждение, следование является нежелание обрести сознание Кришны. Такая ситуация возникает из-за недостатка слушания из авторитетного источника, из уст чистого предного. То есть если мы не будем читать книги Шиллуправпады, то внешняя деятельность наша, внешне, которая выглядит будет как преданное служение, она по внутреннему своему содержанию превратится в карму, в ниям-аграху, в ритуал. То есть слушание с почтением, с верой, с вниманием, то есть это еще тоже квалификацию нужно иметь, чтобы слушать. Хорошее слушание дает нам жизнь, дает нам жизнь, именно духовную жизнь. Духовная жизнь, она начинается с этого. Все другие возможности, они раскрываются как следствие. Подобно тому, как, чтобы построить небоскреб, люди должны... Материальные элементы уже все есть, из которых он будет собран. Но люди должны собраться, обсудить, составить план, проект, и потом этот небоскреб возникает. То есть для того, чтобы материальные возможности, которые уже есть, были использованы, для этого люди должны целенаправленно говорить об этом, обсуждать это. То есть из звука, со слов начинается материальное существование. Оно из звука разворачивается, вся материальная вселенная. И таким же образом духовные возможности открываются перед человеком как следствие принятия прибежища в трансцендентном звуке. Таким образом, не может быть чрезмерной привязанности к слушанию и к воспеванию славы Господа. То есть это самые важные, самые фундаментальные принципы Бхакти. Если у нас развивается интерес и вкус к слушанию, развивается понимание предмета, который мы слушаем, это очень-очень сильно может защитить нас от всех возможных нежелательных качеств, которые развиваются иногда. Преданных, в частности, нияма-граха. Нияма-граха всегда является отчасти недостатком интереса к посланию, к самому посланию, к Шикше, который изложен в Шикше. Следующий вопрос. Когда попадаем в неблагоприятную ситуацию, когда, возможно, вследствие оскорблений уже запущен процесс падения и вожделение уже затпевает ум преданного, майя предоставляет массу возможностей для, в кавычках, сладкого, нарушения некоторых принципов, где найти силы повторять больше джапы и в целом остановить падение, вернувшись на путь преданного служения? Да, вместо того, чтобы культивировать возникшую в уме идею о чувственных наслаждениях, мы можем противопоставить ей трансцендентный звук, привести себя в контакт с духовной энергией, которая может родить противоположные этому качеству. То есть качество служения, желание служить в противовес желанию наслаждать чувства. То есть идея правильная уже в самом вопросе, что нужно дополнительно, нужно больше повторять. И так или иначе есть шлоки, которые говорят о том, что нужно делать, если человек не может отказать себе чувственных наслаждений. то есть согласно вот этому стиху из Шримад Багатом, 11-й песни Шримад Багатом, я номер не помню, я тоже давал лекцию по нему недавно, можете послушать, там есть ответ на ваш вопрос подробный. Лекция называется «Несовершенен, но предан». Вот по этой самой шлоки из 11-й песни Шримад Багатом, где говорится, что преданный, который не способен отказать себе в чувственных наслаждениях, должен оставаться счастливым и имея полную веру в могущество процесса слушания и прославления моих повествований, повествования моих качеств в именах, в деяниях. То есть вера в процесс — это то, что должно культивироваться тогда, когда мы не способны ни на какое-то речение. Ибо только постоянное слушание чистого послания и попытка воспроизвести это в своём собственном киртане прославлении в виде джапы или в виде попыток поделиться с другими. И только это может открыть перед нами другие духовные возможности. Материальный звук является началом каких-то материальных проектов. Материальный звук является началом использования тех возможностей материальных, которые уже есть. То есть люди не создают элементы, из которых строят небоскрёб. Люди не создают ни железо, ни цемент, все эти элементы. И таким же образом все духовные возможности, возможность для нас, как для духовной души, находиться в чистом сознании Кришна, она уже есть. И открыться она перед нами может, начиная с трансцендентного звука. Это утверждение Шилопрупады тоже в этих разделах Санки-йоги, Капилы Деви. Деви он говорит, что трансцендентный звук святого имени Кришны, повествования Кришны идёт первым. И это уже в свою очередь открывает другие духовные возможности. Если сейчас у человека нет возможности отказаться от чувственных наслаждений, он не может этого сделать. Он падает, он использует возможности, как здесь сказано в кавычках, сладкие для чувственных наслаждений. Он должен понять, что он настолько слаб, настолько, настолько слаб, то есть очень слаб, и он должен обрести духовную силу, и духовную силу он может обрести только через контакт с духовной энергией посредством проявления Кришны в форме трансцендентного звука. Шриман Бхагатам это трансцендентно, это нематериально, и святое имя Кришны это сам Кришна, то есть нужно принимать прибежище в этом. Оставаться счастливым, понимая, что через этот процесс я могу очиститься, обрести силу, но при этом сокрушаться и не находить себе покоя от того, что я все еще не на этом уровне. Это, если коротко, это тоже очень серьезный вопрос. Преданные, которые не способны на отречение от материального, должны тем не менее оставаться вдохновленными. Они не должны делиться своими материальными вкусами, они не должны оправдывать свои материальные привязанности. Но роль лидеров в том, духовных лидеров имеется в виду, духовных наставников и гуру в том, чтобы эти люди тоже были счастливы в сознании Кришны и имели полную веру, что постепенно они также смогут совершить духовный прогресс. Миллионы жизней можно повторять святое имя, совершая оскорбления святого имени. Вот это лишь то, о чем надо позаботиться, чтобы не совершать оскорбления. Честное воспевание с любого уровня невежества поднимет человека до трансцендентного уровня. Если мы сомневаемся в этом, то это уже оскорбление святого имени. Еще вопрос. В стихе Харьянама Харьянама имеется в виду только воспевание святого имени или проповедь сознания Кришны в разных формах? Тоже к этому относятся. В этом стихе речь идет только о Харьянама, о имени, что нет другого пути. Нет другого пути это не означает, что другие методы не должны применяться. Это означает, что воспевание святого имени является обязательным условием, обязательным, необходимым условием. Но это не означает, что другие методы не должны применяться. В другом месте в Шримад Бхагаватам 1.2.18 на штаб Прайшвабадаришу говорится, что Шримад Бхагаватам постоянное слушание Шримад Бхагаватам является единственным путем к победе. Тоже единственный путь. И святое имя единственный путь, и слушание Шримад Бхагаватам единственный путь, и проповедь сознания Кришны единственный путь. Бхагаватадхарма является дхармой для века Кали. Метод преданного служения Верховной Личности Бога посредством Санкиртаны. Самые разумные люди будут поклоняться Верховной Личности Бога с Его спутниками. То есть, читай Махапрабху, который поет сам святые имена с ними, посредством пения святых, посредством Санкиртаны. Там сказано Санкиртана. То есть, мы должны рассматривать в комплексе все утверждения Священных Писаний. И шлока Харернама означает, что не повторяя святое имя, вы никуда не продвинетесь. Но это не означает, что не нужно слушать Шимадбабху, не нужно проповедовать. Это не означает, что не важны другие аспекты практики преданного служения. То есть, это обязательное условие, но недостаточно. Человек должен воспевать святые имена, это обязательно, но этого недостаточно. Он еще должен иметь полную веру в процесс воспевания святых имен. А эта вера развивается на платформе Самбанха-гьяны, на платформе слушания из Гуру Парампары. Он получает знания, у него формируется вера, и тогда его повторение по-настоящему начинает приносить плоды. Если он берет ответственность и делится этим с другими, попытается помочь пробудить сознание Кришны других, то это еще больше дает ему возможности для духовного прогресса. Но центром и главным процессом главной анги бахти является повторение святого имени. Еще вопрос, наверное, последний. Слышала два взгляда. Первый. Есть только преданные и непреданные. Второй. Есть преданные и непреданные, но основная масса где-то посередине. Серенькие, темнее или светлее, еще непреданные, но уже и не непреданные. Как же на самом деле? Когда говорится о квалификации Мадхиама Адхикари в 11-й песне Шима Бхагатам, там говорится, что Мадхиама Адхикари видит четыре категории живых существ, одна из которых — Вишну, Татва, Верховная Личность Бога, которая является объектом Его поклонения. Другая категория — преданные Господа, с которыми Он дружит. Это такие же Мадхиама Адхикари и Утама Адхикари, возвышенные, преданные, выше Его. И дальше идут неофиты, невинные. То есть невинные часто, Шиллопропада заменяет словом неофит. И согласно некоторым контекстам, невинные — это материалистичные преданные, конечно, Адхикари, у которых есть вера в Верховную Личность Бога, но у них нет никакого понимания знаний Священных Писаний, у них там что-то своё в голове. Но они принимают Кришну, Верховную Личность Бога. Вот они являются объектом проповеди. Вот им нужно проповедовать. Тогда как четвёртая категория — это демоны. То есть согласно этому стиху, я не знаю, это ли вы хотите услышать в ответ на свой вопрос. Но вот то, что говорит Шимад-Бхагу, там есть демоны, есть невинные, начинающие преданные, материалистичные преданные, которых есть вера, но нет понимания и знания шастра, и слабая вера. И вот им надо проповедовать. И есть преданные, то есть преданные, начинающие преданные и демоны. То есть так делят этот стих. Потом строгое деление в 16 главе Бхагаутгиты представлены крайние позиции демонические и божественные натуры. Там делится на две категории — демон и преданный. Преданный — тот, кто принимает авторитет Священных Писаний, демон — тот, кто не принимает. Но дальше за 16 главой Бхагаутгиты идёт 17 разновидность веры, которая показывает всю вот эту шкалу с разными оттенками, что демон и преданный, или преданный и непреданный. Это крайние позиции. Но между ними действительно есть что-то. Это действительно так. Это тема 17 главы Бхагаутгиты. И с этой темой можно познакомиться авторитетным образом через комментарий Шилу-Праупада. В соответствии с тем, как на человека действуют гуны, в соответствии с этим он проявляет соответственно какой-то тип веры и метод поклонения или его отсутствие в зависимости от влияния гун. Поэтому мы видим разные категории людей. Серые тоже есть. В чате задаётся вопрос, где найти лекцию, несовершенен, но предан, который я упомянул. Кто может, пожалуйста, дайте ссылку. Это в Парампоре есть, в ВКонтакте, в группе Парампоре. Она где-то есть, но может быть кто-то сможет дать ссылку. Я здесь остановлюсь. Харе Кришна, Шилу-Праупадакі, Джай. Продолжение следует... Продолжение следует...